Если мы говорим о лечении цистита, то стоит также упомянуть тот момент, что есть много приверженцев народной медицины и именно для них хотелось бы озвучить такой момент, что можно применять народные методы лечения, но делать это рекомендуется после консультации лечащего доктора, потому что даже травяные всем известные фитопрепараты могут иметь свои противопоказания. То есть некоторые могут влиять на потенцию у мужчин, некоторые могут влиять на лактацию у женщин. Если это кормящая мамочка, она боится навредить медикаментозным лечением и хочет применять народные средства, то к этому моменту также нужно подойти с умом и обязательно проконсультироваться с доктором. Важно пить отвары трав между приемами пищи. Травы, о которых далее пойдет речь, имеют в своем действии следующие моменты. Это спазмолитический момент, то есть уменьшение спазма. Это антисептический момент. Некоторые травы содержат, многие травы даже содержат в своем составе танины. Это вещества, которые уменьшают воспаление и помогают стенкам слизистых защищаться от микробного агента. И обезболивающий эффект. Можно рассказать о наиболее популярных отварах, которые применяются в лечении цистита. Это березовый отвар, отвар зверобоя, ромашковый отвар, отвар петрушки, отвар золототысячника и отвар брусники. Как готовится отвар брусники? Как готовится отвар брусники? Это берутся сухие измельченные листья в количестве двух столовых ложек, заливаются 600 мл кипятка и на медленном огне в течение 20 минут готовятся. Потом накрывается крышкой, это все откладывается, желательно в прохладное темное место, настаивается. И можно принимать между приемами пищи по стакану такого отвара до 4 раз в день. Также популярностью пользуется ромашковый чай, который будет иметь успокаивающее действие на нервную систему, что немаловажно при цистите, потому что это не самое приятное заболевание, которое вносит довольно-таки большой урон психическому состоянию в связи с тем, что может возникнуть внезапно и может довольно-таки серьезно повлиять на работоспособность и активность человека. Также можно применять отвар на основе мяты перечной. Для этого необходимыми компонентами являются вода, 200 мл воды и 1 столовая ложка мяты перечной. Если мы говорим о большем объеме, можно взять пол-литра воды, 2 столовые ложки измельченных листьев мяты перечной, залить кипяченой водой, дать настояться 2 часа, процедить и можно принимать по 100 мл такого отвара до 3-4 раз в день. Также хороший эффект по отзывам любителей народной медицины имеет отвар зверобоя. Зверобой с давних времен в принципе славен своими антисептическими моментами и воздействием именно на флору, которая чаще всего вызывает гнойные изменения. Для того, чтобы приготовить настойку травы зверобоя, необходима непосредственно трава зверобоя, 1 столовая ложка и 200 мл воды. Нужно залить зверобой кипящей водой, прокипятить в течение 15 минут, дать настояться около часа, процедить и принимать по стакану 2-3 раза в день. Но опять же хочется упомянуть о том, что все народные методы нужно принимать с умом и желательно в комплексе с медикаментозным лечением после консультации лечащего врача. Субтитры сделал DimaTorzok